Тема номер один и не только для Сарапула – борьба со снегом. А из обильных осадков, которые последние две недели практически не прекращаются, она становится непрестанной. Усилить работу по очистке городских территорий от снега и льда призвал и глава Сарапула Виктор Шестаков. Что касается управляющих компаний ТСЖ, Светлана Евгеньевна, мы должны неустанно вести контроль качества выполнения работ на территориях и особое внимание уделять, конечно, кровельным историям. Те участки, которые у нас находятся под ведомственностью Параавтодора, несмотря на то, что они, скажем так, не в нашем обслушивании, ими пользуются наши выражения. Хочу поблагодарить предприятия, которые с самого первого дня и с нами вместе работают, и надеюсь на такую же поддержку в продолжении борьбы со снегом. Зима и низкие температуры испытывают на прочности коммунальные системы. Так, из-за сегодняшней аварии на сетях водоснабжения без воды остались 16 частных домов по улице Сидельникова, детская больница по улице Лесной и патологоанатомическое отделение Сарапольской городской больницы. Сначала работали с помощью земляной техники, сейчас работают вручную. Приступили к изготовлению ремонтной муфты, муфты нестандартной, диаметром 6, и организована работа по переключению детской больницы с напорной водопроводом до соматичной водопроводой. По последней информации, медицинские учреждения уже переключили на обводную линию водоснабжения. К другим вопросам. Проводятся конкурсные процедуры на проведение проектно-изыскательских работ по реконструкции путепровода по улице Азина. Срок подачи заявок до 14 декабря. До середины декабря Сарапол должен быть украшен к наступающему Новому году. Глава города призвал активизировать эту работу.